Здравствуйте, дорогие друзья! Это «Ответы на вопросы» для библейского портала «Экзигет». Сегодня мы с вами разберем вопрос, который поступил к нам на портал, почему произошел раскол и появился католицизм. Разберем сначала само слово «католицизм» или «римско-католическая церковь». Дело в том, что слово «католик» — это один из вариантов произношения, латинский вариант произношения греческого слова «кафолик». Это значит «вселенская церковь». Поэтому, по сути, каждый христианин православный, он верит в кафолическую церковь. Но сегодня слово «католик» или «католическая церковь» очень четко ассоциируется с именно церковью на Западе, главой которой является, согласно вероучению Римско-католической церкви, первосвященник Рима или Папа Римский. Процесс раскола между Востоком и Западом происходил достаточно длительное время, и были очень разные поводы для этого расхождения двух направлений христианства. Нужно сказать, что такой конкретной датой раскола является 1054 год, когда кардинал Гумберт и Михаил Кируларий, патриарх Константинопольский, обменялись взаимными анафемами и взаимными прещениями. С этого момента считается, что произошел раскол между Западной и Восточной церковью. Нужно сказать, что подтверждение этого раскола возникает уже во времена крестовых походов, когда крестоносцы ставят параллельную иерархию. То есть в том или ином городе, мы говорим сейчас о Иерусалиме в рамках крестового похода, был поставлен латинский епископ. Патриарх же Иерусалимский оставался на своем месте. Соответственно, раз есть двойная иерархия, значит, Запад не признает иерархию Востока, а значит, существует раскол. Из-за чего он произошел? В первую очередь из-за разного отношения к вере, разного отношения к обрядовой составляющей веры в Иисуса Христа. Нужно сказать, что у этого раскола были и культурные предпосылки. Дело в том, что Рим после падения, после варварских нашествий, перешел в новую культурную и философскую эпоху, в то время как Восток оставался в парадигме античности, античного времени, развивая его и христианизируя античность. Из-за этого возникает разная философия двух церквей. Далее существовали различия в обрядовой составляющей. Для того, чтобы подробно об этом узнать, вы можете, конечно, почитать историческую литературу. В обрядовой составляющей в тот период проблематикой этого раскола было, например, служение Евхаристии на пресном хлебе. Или, например, достаточно серьезное отношение к браку священников. То есть, если на Востоке священник имел быть право семейным человеком, то на Западе брак для священнослужителей, что диаконов, что епископов, что священников, был абсолютно запрещен. Далее нужно сказать о том, что были и юрисдикционные претензии двух церквей, а на Ипаче насчет земель Болгарии. Из-за этого возникали споры между Западом и Востоком. Были ситуации, когда уже эта трещина начиналась, когда император Константинопольский меняет по своему решению двух патриархов. Это была проблема между патриархом Игнатием и патриархом Фотием. В формате данного ответа на вопрос мы не сможем с вами подробно разобрать именно это историческое событие, которое послужило еще одним поводом для раскола между двумя церквями. Далее примат Папы Римского. До Первого Ватиканского собора, который случился в XIX веке, папская непогрешимость еще не доктринизируется. И, соответственно, Папа Римский является просто первосвященником Римской церкви. Но Папа Римский имел обыкновение быть... Он первый по диптиху был, так как Рим была более древняя кафедра. И, соответственно, римский понтифик считал, что он имеет право вмешиваться в дела поместных церквей. И из-за этого он воспринимался как некий такой агрессор восточными церквями. Папа считался неким надиерархическим лицом, неким судьей над всеми остальными епископами и так далее. Нужно сказать, конечно, что на Западе бывало, что именно трудами святых Пап Римских те или иные ереси были прекращены. И папские легаты участвовали в Вселенских соборах. Но это было до 1054 года. Далее, на что стоит обратить внимание, и часто именно на это обращается внимание, это на добавление к символу веры. Дело в том, что после Второго Вселенского собора символ веры, Никео Царегородский, мы его знаем под таким наименованием, он действительно был зафиксирован для всей церкви и его использовали. Но на Западе из-за большого влияния еретических сообществ в ряде епархий были включены добавления о Духе Святом следующего порядка. Филиоквы называется. Это дословно переводится с латинского как «и сына». Мы с вами читаем член символа веры о Духе Святом. «И в Духа Святаго Господа Животворящего и же от Отца Исходящего». То в тот момент очень многие члены западной христианской церкви, римской церкви, воспринимали символ веры и прочитывали его следующим образом. «И в Духа Святаго Господа Животворящего и же от Отца и Сына Исходящего». Это было сделано на Западе для того, чтобы духоборцы, это раз, ариане, это два, воспринимали тайну Святой Троицы. Это было сделано как некий такой миссионерский жест. Но это вошло именно в такую вот догматическую систему. На Востоке характерно было немножко другое отношение к Духу Святому, когда Дух Святой исходит от Отца через Сына. «Но не от Отца и от Сына, ибо в таком случае восточные отцы видели в этой фразе, в этом вероисповедании некое принижение Духа Святаго в сравнении с другими лицами Пресвятой Троицы». И это не последняя на самом деле претензия, которая была оглашена в этих взаимных прениях в Восточной и Западной Церкви. Еще раз напоминаю о том, что подробно изучить вопрос раскола вы можете, естественно, в специализированной литературе, например, очерки по истории Церкви Тальберга или другие тексты по истории Церкви. Почему объединение сегодня между Западом и Востоком скорее всего никогда не произойдет и не представляется возможным? Потому что мы слишком далеко ушли друг от друга. В тот момент, когда в начале 11 века, в середине 11 века, может быть, еще даже в 12 веке, была возможность все-таки сделать некую на Западе осмысление догматики Церкви, приведение все к общему знаменателю. И в таком случае, возможно, Церковь сохранила бы единство. Но сегодня, по прошествии почти уже тысячи лет, разной истории, разного понимания святости, разного мышления и догматического в том числе, конечно, общение как с людьми возможно, общение молитвенное согласно нашим Вселенским Соборам невозможно, и общение в едином лоне Церкви, скорее всего, тоже невозможно. Дорогие друзья, на этом я закончу ответ на вопрос по данной теме и хочу вас пригласить к участию в викторине, которую предлагает портал Экзегет. Ссылку на эту викторину вы сможете увидеть под данным видео, в описании данного видео. Хочу сказать о том, что когда я еще только поступал в семинарию, мне необходимо было выучить 10 заповедей и 9 заповедей блаженства. Притом выучить последовательно, какой номер за какой заповедью стоит. Много раз прочитывая или слушая песнопения, конечно, я знал их, но в разброс. Так вот, тогда мне очень помогло сделать себе карточки и изучить каждую заповедь по ее номеру и, соответственно, сам текст выучить. Гейминговый подход к изучению Священного Писания, подход с помощью тестов, подход с помощью викторин позволяет нам с вами узнать, что мы реально знаем, где у нас есть какие-то прорехи, обратить внимание на те моменты, которые мы забыли или не так поняли. Поэтому викторина — это очень удобный инструмент и для воскресных школ, и для людей, которые самостоятельно изучают священный текст. Текст викторины, ответы на эту викторину готовятся самыми лучшими библеистами нашей страны, которые участвуют в проекте «Экзегет». Поэтому вам будет удобно изучать священный текст. Желаю вам удачи! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...